Вечер Лайф Вечер Лавченко, атаманом Крымского окружного казачьего общества и Степаном Кискиным, депутатом Симферопольского городского совета, бывшим членом КПРФ. Но, я так понимаю, в душе по-прежнему коммунистом, да, Степан? Ну, конечно. А как, собственно, к казачеству относитесь? Нормально отношусь, даже хорошо, можно сказать. Казаки – это патриоты. А если человек патриот, как к нему можно относиться по-другому? А почему тогда ваши пришественники, да, мы говорим о коммунистах, большевиков, вот проводили такие, ну, неоднозначные действия? Ну, я думаю, что это же была гражданская война, вы не забывайте. Там брат на брата шел, сын на отца. Вот. Я много казаков поддержала советскую власть. Где-то на пятый, 20% поддержала советскую власть. Так что тут разобраться трудно. Это надо оказаться в то время, в тех условиях, в этом царизме, где казаки все-таки были опорой царизма. И вот это все, много складовых, понимаете, привело к тому, что началась гражданская война. И многие стояли на одной стороне, а многие стояли на другой стороне. Вот и все. Что тут удивляться? Вадим, ну это рассуждение потомков уже, да, людей, которые притесняли, да, и проводили репрессии против казаков. А вы простили своих притеснителей, коммунистов? Ну, все дело в том, что действительно, если уже изучать историю вглубь, то коммунисты были только лишь те, большевики даже, пардон, не коммунисты, а большевики, были те, кто нажнал кнопку, ну, как бы говорят современным языком, или подписал директив, подписали директиву, расказачивание так называемом. Мне просто как бы не совсем нравится название это расказачивание. Почему? Потому что расказачивание это что? Снять форму, лишить каких-то идеалов, лишить права собственности, лишить еще что-то. Но это не физическое уничтожение. Вот то, что происходило в тот момент на Дону, на Кубани, по всей Российской Федерации, директива была расписана по всей России, и людей, перечисляющих так или иначе себя к казачьему сословию, уничтожали поголовно, уничтожали физически. Как бы вот просто называть это, говоря современным языком, толерантно расказачивание я бы не стал. Это действительно был геноцид. И спустя сто лет, я думаю, что пора уже взять, как бы называть вещи своими именами, взять в полной мере ответственность на себя именно потомков тех, кто это дело совершил. К счастью, мне такие люди не встречались, которые бы равнодушно к этой теме относились. К счастью, наверное, уже люди, прошедшие горнило, очищающие горнило Великой Отечественной войны, уже поняли смысл и цену человеческой жизни. По предварительным данным, из разных источников, жертвы так называемого расказачивания числятся от минимальных, это уже сами коммунисты признавали, 800 тысяч до 4,5 миллионов. Это в среднем только лишь по одному дону. Потому что население тех районов, которые населялись вдоль Донской области, население вдоль реки Великого Дона проводилось в перепись в 1917 году. Население было около 4,5 миллионов. В 1922 году проводилась повторная перепись, и население сократилось до 1,5 миллионов. То есть разница только в этой области говорит о том, что уничтожено, погибло или отсутствовали на месте в результате переписи около 2,5 миллионов. Конечно же, это и голод, конечно же, это и в целом монетизм. Вадим, ну, кстати, вот эти цифры, да, все-таки, насколько я читал, готовился к эфиру, там Деникин создал специальную комиссию, да, после этого. Он приводит цифры 5,5 тысяч, да, а современные историки говорят там о миллионах. Деникин может говорить только лишь о тех цифрах в пределах своего сферы влияния, сферы деятельности. Деникин у нас был, ну, скажем так, на тот момент, когда он проводил перепись, он же не охватывал всю территорию Великой Империи Российской, но на тот момент. Степан, а выпить копейку? Да, пожалуйста. Смотрите, ну, я здесь во многом с людьми окончательно согласен, понимаете. Начнем с того, что вот эта перепись проводилась, он забыл, что в это время шла еще Первая мировая война, и много казаков было в армии, и там много их полегло тоже, не только крестьян и рабочих, но и казаки, это первое. Второе, я не согласен в том плане, что это геноцид. Геноцид это совсем другое определение, его нельзя им так легко распоряжаться. Это была классовая борьба, вот это была классовая борьба, и в славе гражданской войны была классовая борьба. Поэтому нельзя говорить о том, что это геноцид, совершенно нельзя. Это как сегодня требуют украинские бандеровцы, говорят, что был геноцид в 1932 году. Голодомор, так называемый. То же самое, тут надо осторожен с этим делом быть. Это первое. Дальше, я с ним перебивал. Дальше. При правлении Тамада Краснова была поставлена задача уничтожения всех сторонников советской власти. Тамада Краснова, вы помните, что тут такое было? Конечно. А на стороне сельской власти было немало и казаков, понимаете, это самое. Поэтому соответствующее постановление, вот я прочитаю, это в Википедии было написано, соответствующее постановление, направленное против красных казаков, было принято кругом спасения Дона в мае 1918 года. Почти за год до директивы ОРБРО ЦК РКПБ, который состоялся 24 января. Получается, казаки первые начали? Конечно. Поэтому доктор исторических наук, профессор Павел Голубь, это не я, и не коммунист он. Он либерал, будем так говорить, который сегодня преподает в институте. Дает следующие данные. В общей сумме во время Красновщины, то есть с мая 1918 года по февраль 1919 года, было зверски истреблено не менее 45 тысяч сторонников советской власти на Дону. Вот, пожалуйста. А историк Футерянский пишет по документам, только подтвержденным материалом особой следственной комиссии, злодеяния большевиков, это Деникин, вот о чем вы так хорошо говорили. Число расстрелянных в 1918-1919 году на территории войска Донского Кубани и Ставрополя, правильно вы говорите, составляло 5598 человек. Видите, совсем неадекватно вели себя казаки, которые на стороне были Краснова против советской власти. Ну и поэтому, естественно, в ответ на белый тюро появился красный. В том-то все и дело, что уважаемый оппонент говорит о цифрах воинского сословия, то бишь строевых казаков, строевых людей, сторонников власти. А я говорю о геноциде народа, куда входят старики и женщины и дети в том числе. Есть ряд, много, есть множество примеров. Казаки никогда не убивали детей, казаки никогда не убивали стариков, казаки никогда не насиловали. Давайте в 1905 годе расстреляли к царю, шли с гапоном, попом. Кто же расстреливали? Казаки расстреливали. Ну зачем вы об этом? Коммунисты тема хороша, что они всячески перевирают историю и передергивают факты. Ленин в 16 марта 19-го года, 24-го началось, вот это вот, тюро красный. А Ленин на пленуме ЦК РКПБ приостановил это дело все. Вот так вот, остановил это все. Он понял, что это идет война гражданская. Ленин в Москве сидит. Это происходит на Кубани, в Ставрополе. Вот. Мало ли было этих самых всяких злодеяний. Спасибо, Степан. Вадим, а вот если действительно мы говорим о геноциде, насколько правильно это понятие употреблять, если, ну, казаки, разве они не часть русского народа? Не российского, вот именно по черту, а русского народа? Так это же самая лучшая, самая активная часть. Казаки создали Российскую империю. На плечах казаков была открытая Сибирь. Неужели это был... Да, но геноцид это против какого-то народа. Конечно, так народ это был русский народ. Казаки это часть народа. Это часть народа, да. Подожди, не уничтожали же всех подряд. Уничтожали именно только по этническому сословию. По классу. По принадлежности. По классу. Да какой класс, если младенец там полтора месяца, какой классности он мог принадлежать, если его уничтожали? Если брали за ноги, разорвали на две части. Никогда в жизни казаки с народом не воевали. Казаки никогда в жизни народ свой народ. Я вам привел 905 год. Они за свой народ жизнь отдавали. 905 год я вам привел, я таких примеров было полно и полно. Это факт уже история, глубокую историю, которую вы, коммунисты, не один раз переписывали. Переписывали и перевирали. Это факт. Учебник истории переписывался при мне уже, в мою бытусть. Пять раз уже. Но Николай Крывалого народ обозвал. Почему? Потому что казаки вместе по его команде расстреляли на рот. А кто Николая называл Крывалым? Народ. Какой народ? Наш русский народ. Коммунисты? Почему же коммунисты? А мы его называли царем. Мы его предпочитаем к лекару святым. Наш русский народ называл Крывалым. А мы казаки. Его тоже народ называл царем, пока он крови не утопил. Пока крови не утопил. Вы понимаете? Да при чем здесь кровь? Степан, у меня вот к вам вопрос. Когда началась революция, ну и в принципе все эти ужасающие события, на тот момент коммунисты, безусловно, большевики, они в большей степени опирались на рабочих и крестьян. Они обещали заводы, фабрики, пароходы, крестьянам земельные наделы и прочее. А неужели нельзя было большевикам, впоследствии коммунистам договориться с казаками? Или предложить нечего было? Нельзя было договориться. Почему? Потому что казаки это опора царизма была. Вот он видите сейчас, как за царя сразу уже герой стал. Царя нет. Царь пропил, будем сказать, Россию. Ввязался в эту войну, подставил тех же казаков, их там полегло. Они считают, что их большевики положили, их положил царь там. Но по сути вот большевистская агитация, она была неэффективна и абсолютно неприемлема в казацких рядах. Нет, ну как, если они все пришли на сторону... Так сколько там их перешло? Ну как, 20% сразу при гражданской войне, при революции перешло на сторону советской власти. Так, а теперь в процессе советской власти, вы возьмите, если будем брать от гражданской войны до отечественной войны, то все почти казаки полностью стали за советскую власть в борьбе с фашизмом. Из-за исключения вот этих негодяев, как Краснов, единиц и ему подобных. А вы возьмите генерал Кармашев, это родовой казак. Как он по ним за советскую власть? Геройский. А 262 героя Советских Союзов, казаков, которые положили свою голову... За что они гибли? За советскую власть или за народ, за землю свою? Ну какая разница? Подожди, а Краснов, почему он не гиб за свою родину? Почему он против своей родины выступил, а? И такие ему подобные негодяи, которые столкнули на Гитлера. Были же такие? Я не хочу, я ни в коем случае не хочу защищать Краснова или подобных ему предателей. Просто я хочу вас призвать к тому, что... Поэтому это не геноцид. Для того, чтобы понять, почему генерал Краснов принял те или иные вопросы, именно таким образом, как он принял. Надо было пожить в его шкуре, почувствовать и прочувствовать. Я всегда, я всегда, я всегда говорю, господа, вот есть другое там, великий атаман Шкуро есть, который жил и родился в станице Бекешевской. Это Ставропольский край, ну граница между Кубанией и Ставрополем. А потом служил Гитлеру. Который поднял восстание. Так вот, почему он ушел Гитлеру? Потому что в 18-м году, в 19-м году он вынужден был эмигрировать. И он никогда не предавал коммунистов. Он ушел именно туда, потому что была уничтожена его семья вашими коммунистическими руками. Если бы мою семью, если бы моих детей уничтожили на глазах, вы бы против своего отечества пошли. Какого отечества? Я бы пошел против коммунистов. Да почему от коммунисты? Все пошли за отечество бороться. Все пошли за отечество, они пошли против этого. Надо было пожить в их времена. Так а я вам говорю, что надо было пожить в их времена. Я вам скажу, чтобы вы знали, моего деда тоже раскулачивали. Ну и что? А он был за советскую власть, тем не менее. Прекрасно. Вот и все. Не надо. Тем не менее, он остался жив. Ваш дед остался жив. Остался жив. Понимаете? А вот многие миллионы моего на казачьего народа были физически уничтожены. А вот такой Павлова, вы знаете, Сергей Васильевич такой был? Кто он? Если вы такой казак, вы должны знать Павлова. Кто такой был? Слышал. А, слышал. Видите? Он не все знает. Так я вам скажу, кто такой был Павлова. Вот Казачистан, который в мае 1945 года сдался в плен англичанам, их тогда насчитывалось 24 тысячи военных и гражданских лиц, казаков. Так вот, в октябре 1942 года в Новочеркасске с разрешения немецких оккупационных холстей прошел казачий сход. И возглавил его бывший царский полковник Павлов Сергей Васильевич. И его поддержал Краснов. Вот, пожалуйста. Степан, у меня другой вопрос. А вот среди большевиков и коммунистов не было предателей во время Великой Отечественной? Предатели были среди всех. Вот, тогда, наверное, это сейчас не подходит. Я хочу сказать, что это не геноцид был Казаков, это была классовая борьба, когда шла. И тогда, возвращаясь к моему первому вопросу, мы Шолохова, Великого русского писателя читали «Тихидон», где все описано, где брат на брата шел, где Мелехов не мог разобраться во всем этом. Вот это все. Это что? Это что, геноцид был? Это был не геноцид. Я хочу вас, коммунистов, спросить. Когда книга Шолохова вышла в издание? В какие годы? Ну, я не скажу, в какие годы. Все правильно, что редакторы и издатели были коммунисты. Они не могли позволить Шолохову. Так что вы не сказали, что они редактировали Шолохова? А я даже не сомневаюсь. А почему Сырьев сегодня живет, я об этом не говорю. Степан, вот я придет, придет время. Так оно уже пришло время. Да нет, конечно же, Степан, что не сказать? Не надо выдумывать. Касательно Шолохова, вот я повторюсь, готовился к эфиру, да, читал этот материал тоже. Там, действительно, продолжение романа, подписывали разрешение на выход этого романа в свет и даже писали Ленину с просьбой о разрешении, безусловно. Ну, так он бы все это сказал, что, вы понимаете, что моего папу редактировали, а он этого не говорит. Значит, не надо выдумывать, придумывать. А вы взрослый человек, вы думаете, что было по-другому? Сейчас уже либеральная она страна, у нас сейчас пришел опять капитализм, и сейчас все, что хочет, и даже то, что не было, говорит. Элементарный пример. Я, когда служил в армии в 1989 году, мои письма, посланные домой, приходили уже вскрытыми. Потому что в 1989 году, в 1989 году освободил, их вскрывал и читал, их проверяли. Я уже тогда был под контролем. Я уже тогда был под контролем. Неужели вы думаете, вы взрослый человек, что книга Шолохова могла выйти в другую редакцию? Ну сегодня, сын бы об этом сказал бы. А он об этом не говорит, значит, этого не было. Зачем мы натягиваем то, чего нет? Четырех миллионов убитых казачьих душ не было. Четырех миллионов, это пять. Об этом проще говорить, что этого не было. Это пять. Конечно. Я хочу вам напомнить. Наша Бабкипедия современная, об этом бы все написалось тогда. Я хочу напомнить, господа, Тихий Дон, да, там достаточно откровенно описаны те зверства, которые происходили во времена гражданской войны, да, как со стороны красных, так и со стороны белых и казаков, да, соответственно. Поэтому, о чем мы говорим, да, если действительно гражданская война, ну это ужасающая страшная вещь, слава богу, нам такого не довелось увидеть, дай бог им не доведется никогда, но тем не менее, вот Вадим, продолжая говорить о том, что в этот период времени казачество, наверное, разделилось, да, кто-то принял сторону белых, 20%, да, Степан, вы говорите, перешли на сторону красных, а ваше отношение к тем казакам, которые перешли на сторону красных? Сложно сказать, я же еще раз хочу повторить, что для того, чтобы делать какую-то оценку той ситуации, надо было пожить в то время. Народ был измучен долгой Первой мейровой войной, на протяжении, считайте, с какого там, 14-го по 17-й год, 3 года они были на фронтах, причем казачьи подразделения, как правило, не сидели в тулу, не были брошены в самое пекло, в самое горнило, то есть были много пострадавших, много героев, много известных, и народ просто в течение трех лет уже устал. Плюс ко всему, вялая, скажем так, политика того же Николая II, она, ну, не способствовала возвеличиванию его, как бы, сана, как царя, не было таких больших поступков, как и его отца, за которым, который бы сплачивал бы народ едино. Да, три года, да, понятно, что это сложно, но многие были, как-то ситуация была такая безволия, и казаки, как обычные хозяйственники, обращались домой, писали письма, то им писали, что все приходит запустение, что ты там делаешь. И потом уже, когда пошли первые поползновения, то, естественно, большая масса казаков вместе уже с воинскими формированиями, с обычными солдатами возвращались домой, потому что наступил период без власти. То есть белая гвардия, она в тот период поникла, и в эшелонах высшей власти, в том числе и царя, когда он подписал директиву об отречении, то, конечно же, это было страшным ударом. Многие казаки просто остались в растерянности. Смысл их жизни перестал существовать, потому что первое, что они говорили, за веру царя и отечества. Царя не стало кому верить, вера осталась. Плюс ко всему, плюс ко всему, коммунисты с большевиками оказывали максимальное давление и на первый фактор этого девиза казачьего, за веру. Мы точно так же знаем, хотя никто еще пока из священства не поднимает этот вопрос, о том, сколько было уничтожено священников, сколько было уничтожено архипастерей. Вы знаете, что когда коммунисты-большевики заходили в казачью станицу, в казачье поселение, кого они первым уничтожали? Вот самый первый выстрел кому они делали, кому посвящали. Ну, вероятно, духовному лицу. Нет, это был звонарь. Это был звонарь, который мог своими руками, своим призывом поднять народ на восстание. Они выискали в селе звонаря и его уничтожали. Вторых они уничтожали, это казачьих стариков, которые могли вызвать народ и молодых людей, казаков в сопротивление. Можно я добавлю? Пожалуйста. Когда заходили белые, белоградисты, они то же самое делали. Они кого в первую очередь убивали? А у красных был звонарь? Да, подработники были. Они то же самое, только наизнанку все. Я другое хочу сказать. Он все правильно говорил про войну затянувшуюся. Ну, забыл сказать, что самое главное, что пошло расслоение среди казачества. Расслоение. Вот это самое главное. Вот почему и пошел брат на брата. Почему и пошли против царя многие казаки. И почему они переселили... Но это еще незадолго до революции происходило. Нет. Это война особенно обострила. Первая мировая война, обнищание народа. То же самое зацепило многие казаков. Обнищание народа, в том числе и казаков. На тот период времени казаки... Смотрите, Степан. Вы говорите, тут невозможно. Тут возможно говорить о классовом расслоении, о классовой борьбе. Вот она и пошла. Она похожа сильно вроде на геноцид, но это не то. На тот период времени тоже была солидная разница, да, Вадим, если мы говорим непосредственно о казачском устройстве, да, сформировались уже такие зажиточные казаки. И были казаки, да, которые были бедные. И вот эта пропасть между ними, она увеличивалась. И может это тоже сказалось на том, что они придерживались уже разных взглядов. Вы знаете, есть другой, не менее великий писатель, чем Шолохов. Это Андрей Губин, который написал книгу, ну, правда, не в таком масштабном издании. Называется «Молоко волчицы». Эта книга художественная на примере одной казачьей семьи взят в период с 1905, естественно, 14-й год, изображен 17-й, 20-й, 30-й и уже до послевоенных времен. На примере обустройства жизненного уклада одной казачьей семьи, опять же я говорю про свою родину, про Ставропольский край, показана жизнь всего казачьего сословия в предельно жестких условиях в жизни Северного Кавказа. Предгорный район, где скудная, в отличие от Кубани, растительность, где скудное, в отличие от Великого Дона, существование было. И том, как все было обустроено. И, в принципе, прочитав эту книгу, становится понятно, почему это рассвоение было. Зажиточный крестьянин, зажиточный казак, вместе с ним можно проводить аналогию, они отличаются от менее зажиточных только лишь тем, что в определенный момент они больше приложили усилий или больше приложили труда для того, чтобы достичь каких-то своих материальных благ. На примере своей семьи могу сказать так, что был дом, крытый соломой. Через два года отец семейства какого-то богатого получил в благодарство за службу царю Отечеству какую-то там денежную компенсацию, премию. И вот родитель этой семьи не потратил ее на что-либо другое, он свой дом подкрыл жестью. Тогда, в те времена, когда все хаты крыли соломой, а его дом стоял уже под жестью, жестяной крышей, он стал зажиточным. Почему он это стал? Потому что на него на голову уже не капало. Потому что у него в семье было пять сыновей, и они в пятеро могли выходить в поле и больше косить на дело, чем сосед, у которого было два сына. Вадим, как бы там ни было... Но война подкосила все это. Конечно, согласен. Как бы там ни было, господа, эти времена уже прошли, мы живем в наше время, и если говорить о современности, вот казачество, оно может на сегодня вновь вернуть былую славу, на ваш взгляд? Конечно, может. Единственное, что хочу сказать, почему до сих пор наше правительство, наше руководство так, может быть, как бы из-за угла спотаем, обращается к казакам. Казаки это самые, вот говоря современным языком, самая активная прослойка населения. Когда приходит молодой человек и говорит, как я хочу стать казаком, я говорю, ты знаешь, для того, чтобы быть казаком, стать казаком, надо в себе это прочувствовать. Это не клуб по интересам, это стиль жизни, это образ жизни, это образ мышления, если хотите сказать, ну, вот до такого состояния. Это, прежде всего, обостренное чувство справедливости. Вот каждый человек, который в себе находит подобные факторы, он может сказать, что в нем действительно присутствует тот самый казачий ген. Почему? Потому что этот казачий ген, он заставляет человека не оставаться равнодушным в любой какой-то негативной ситуации. И это можно проецировать на любые прослойки нашей современной жизни. То ли ты просто идешь на улице, по улице видишь, как хулиганы там девушку преследуют или молодой человек пристает к женщине, ты уже реагируешь. То ли ты обращаешь внимание на социальные наши прослойки жизни, ты видишь, что происходит в культуре, в науке, в учебе, ты тоже точно так же как-то реагируешь. Поэтому казачество в современной нашей истории, оно как самые активные, скажем так, граждане, одни из самых активных, одни из самых достойных. Да, пожалуйста, Степан. Могут претендовать. Вадим, я хочу сказать, чтобы условно защитить девушку или помочь кому-то бы то ни было, не обязательно. Вот вы же меня все говорите. Степан, пожалуйста. Не обязательно надо быть казаком, чтобы защитить девушку. Надо быть мужчиной, чтобы защитить девушку. Казаки добровольно отдавали свои жизни за Родину. Вадим, ну дайте мне хоть, я вас слушаю и всегда не перебиваю. Дело в том, что я не против, что казаки должны возрождаться. Ну должны все возрождаться. Комплексы должны быть, сплавы должны быть. Когда мы сплав, мы народ. А когда мы каждый сам по себе, кто-то казаком хочет быть и все, и одгораживается. Кто-то, да, к примеру, кто-то ополченцем, кто-то там коммунистом, кто-то там либералом каким-то. И все это в разнобой, это горох будет. Мы должны быть все едины. Мы должны быть сплавом. Я вот не зря поддерживаю Владимира Владимировича Путина в том плане, что он хочет, чтобы была цельная история. Значит, допустим, флаг там у нас царский, да, гимн у нас советский и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны все жить едино и дружно. Тогда мы победим. А если мы будем каждый обосабливаться, кто-то будет считать себя, что казак лучше, а кто-то будет считать себя, кто-то там еще олигарх лучше. Степан, хорошо, смотрите, Вадим сказал, что в принципе современное казачество, оно может вернуть свою былую славу. Но на мой взгляд, Вадим, для того, чтобы это произошло, за счет чего тогда казачество настолько разлилось, была своя территория. По сути, автономия внутри империи, да, были свои земли, были наделы. Это автономия завоевывалась историческими примерами со времен Ивана Грозного, со времен царя Ивана Грозного. Нет, я не спорю, что принадлежность территории, я говорю о том, что тогда она была и был уклад жизни, а сейчас этого нет. Все должно развиваться, вот вы поймите, что должно развиваться. Казаки сыграли свою положительную роль, это безусловно, но мир поменялся. Уже ушел конь. Севан, как положительно, вы только что меняли казаков, завтра придет робот, понимаете, все меняется. Поэтому я не хочу, чтобы каждый зашвырился в своем там анклаве и сидел, ничего не видел. Мы должны быть все едины. У нас внутри казачьего... Понимаете, дух может быть казацкий остаться. Конечно. Мы должны все быть единым народом, вот что я хочу сказать. Понимаете, не надо, чтобы у нас было и различия. А, он казак пошел. Казаки, а что теперь вот казакам, отказаться от формы? Нет, не надо отказаться, ради бога. Я же говорю, что у нас за другую всю многоликость, но оно должно быть единым. Не надо, чтобы разделы эти шли. Мудрые слова. Недаром он покинул ряды КПРФ. Недаром. Вадим, действительно, вот мы говорим о том, что на тот момент казаки воинство. То есть это люди, которые вот собрались, поднялись, пошли воевать. Но были казаки-мореходы, были казаки-географы, которые помимо своей воинской обязанности выполняли еще другие. Были. А сейчас вот казаки, нет необходимости. У нас есть полиция, правоохранители, армии. Зачем нам воинство, да? Вот, а чем казаки могут быть полезны обществу, кроме этого? Казаки всегда считались ирегулярной армией. То есть они никогда не были на содержании государства. Они занимались ведением своего хозяйственности. И в спокойные мирные времена они были обычными, ну не крестьянами, а работниками, которые точно так же развивали культуру, науку и все остальное. Масса тому примеров, если можно покопаться в истории, где найдутся казачьи корни. Поэтому казаки были готовы в первое мгновение выступить, потому что они были наиболее подготовлены. Потому что все обряды, все сопровождающие казачью жизнь... Ну, он будет себя хвалить, я понимаю. Не себя хвалить, свой народ казачий. Хорошо, ну, видишь, мы единый народ. У коммунистов никогда не было обряда посажения наконя. Такие же были у нас... У коммунистов никогда не было обряда посажения... Рабочие, это же были объединялись как. Крестьянство тоже объединялося в общины. У нас вообще-то общинная страна была. И не надо там выделять, что там казацкая община лучше, чем крестьянская община. Мы общинная страна, мы должны общинной жить. Мы должны жить все вместе, в мире, в дружбе. И не надо это выделение. Не надо вот... Я поддерживаю казаков, пусть они наряду с другими существуют. Ну, обосабливать себя и говорить, что это чуть ли не элита, ну, нельзя этого делать. Ну, тем не менее, мы есть. Ну, есть. Тем не менее, от нас уже отделаться будет совсем непросто. Учитывая исторические, скажем так, ошибки исторического прошлого, мы готовы в случае повторения или даже каких-то попыток повторения событий 2019 года встать в другие ряды. Господа, ну, будем надеяться на то, что все-таки таких трагических... Какие другие ряды? Мы должны в одних рядах быть в одном окопе. Я уверен, что Вадим вас еще на коня посадит, но об этом мы, наверное, поговорим в следующем эфире. Господа, сейчас вам спасибо за беседу. Уверен, что таких исторических сложностей и трагических событий у нас больше не повторится, и будем на это надеяться. Спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин